Беговой полумарафон Лужники Беговой полумарафона Все детали и все интересные нюансы Разминка, старт спортсмена, вход по дистанции, конечно, ярчайший финиш Ну и интервью после забега Мы поговорили со всеми лидерами Интервью Ринаса Ахмадеева, Дмитрия Неделина, Елены Седовой, Алексея Релкова, Алексея Трошкина Большой и содержательный репортаж из Лужников Многотысячный полумарафон, борьба элиты, соревнования любителей, поддержка на трассе Все это увидел я и покажу вам Ничего не пропускайте, ставьте лайк, это поможет вам в продвижении спортивного контента Пишите ваши комментарии И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить и следующие выпуски, репортажи и интервью с лучшими спортсменами Обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать Ставьте лайк, пишите комменты и подписывайтесь, а мы начинаем смотреть выпуски Всем спортивный привет, полумарафон Лужники И здесь народ уже подсобирается, остается где-то полчаса до старта Серьезная борьба будет и в кластере профессионалов Дмитрий Неделин бежит, Ринас Ахмадеев У девчонок там тоже борьба будет довольно серьезная Все это увидим, все это покажем, все это обязательно обсудим И с участниками этой самой борьбы, я думаю, тоже Поэтому ничего не пропускайте, все самое интересное впереди Ну, народ, здесь тысячи участников, всегда это большое событие для города Полумарафон, перекрываются улицы и прям здорово Ждем начала старта На этот раз какая-то прям очень объемная разминка получилась Прямо вся площадь здесь возле лужников Туда дальше забиты спортсменами, которые участвуют в этой коллективной разминке И выполняют упражнения и готовятся к выходу на дистанцию Сейчас разминка закончилась, общая на площади И народ перемещается, передвигается в зону старта Мы вместе с участниками, потому что Элита Самые быстрые фавориты, да, стартуют тоже в начале И уже остается где-то минут 15 до их старта Перемещаемся в зону, откуда гонка, откуда этот полумарафон 21 на 1 километра будет начинаться Как вы видите, уже набиваются кластеры, полны они людей И мы подходим к стартовой зоне Последние приготовления уже 10 минут до старта Посмотреть в разделе болельщиков эту карту Вы видите, здесь обратный отчет сверху стартовой арки, около 9, 9 минут осталось до старта И подходит за участники, здесь все замерзов, кому-то остается со всеми сторонами до старта этого полумарафона Все эти легенды сегодня здесь вместе с нами и много-много кто еще из участников У девушки Лена Сидова, Юль Кольнякина, Майя Танки, Гвера Добротворская Девушки сегодня тоже у нас на дистанции Он всех, все две за аркой, может быть и всех, но в одной минуте Ну а мы пока вместе с вами Визятцы, члены классно, сегодня хочу, чтобы вы сегодня поаплодировали сами себе Подняли руки и поаплодируем Посмотрите, как нас много У нас все классно, мы совсем даже здесь не можем увидеть абсолютно всех Больщики больших, наверняка будет борьба Дима увидел, Лена увидел, Лена увидел, Лена увидел, всех увидел, ребят огромный привет Удачи вам сегодня, Алексей увидел Ну что, давайте волну 3, 2, 1, 2, 1, запускай, 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 запускай И трениционная волна, которая от первой старой линии до самого конца Это крутая традиция Обратный отсчет вместе с нами Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два И стартан, московский, московский большой такой, лужнецкий марафон Это первый классер, ушел мощно Посмотрите, это многие из вас, ваши друзья, те люди, которые сегодня побегут И стартан и забегут Десять, девять, восемь, семь, шесть, один, поменулась с так quedar на самом деле очень мощный состав если выход на дистанцию довольно серьезные сразу спортсмены занимают позиции борются за каждое место я думаю возле наши они тоже пробежали пронеслись давайте смотреть за этим полумарафоном изнутри сейчас по набережной пройдемся но болельщики стоят извините ждут своих фаворитов круто и классно что солнце многие говорили о том что солнце это просто жарко все проще но мне кажется он так заряжает и так здорово что лето солнце и шейк одна из зон поддержки сейчас приближается кластер очередной здесь конечно трудно заводят болельщики огромное они молодцы им прямо спасибо так бегун которые участвуют в следующих пробегах хочу сказать что они дают плюс ток силу тем более такие самоотверженные и активные так костюмированные ребята мы уже в финишной зоне ведь журналисты выстрел и ждем появление финишторов лидеров будет уже Киев первый там Неделин лидирует 13 за ним Риунков Алексей на третьей позиции они уже забежали на территорию выносит ленту все готово ждем сейчас 0-3-50 Приблизительное время Димы, но очень классно и пробежал, видите, оторвался от Ренаса, серьезно недовольно, это прям здорово. Вот там Дима, вот там Ренас, вот там уже обнимашки и поддержка друг друга, там уже интервью, там уже сейчас отдышаться, попить водички, а вам снять, как это красиво было, да, успели снять, все нормально, да. Так, мы здесь объявлены, что Дмитрий Диму поставил рекорд на полного ЛТП, и все, конечно, очень довольны. Мы ведем бронзово-придеры человеческого соревнования и Алексей Ревунков на третьей позиции. Держали пальцы в руку, пожали руки. Ревунков на третьей позиции, как ты? Нормально, но временем недоволен. Вторая половина тяжелая, шелли на сильных ветрах. Вчера вышел такой красивый ролик. Такой, я не рассмотрел вечером, просто наслаждался и расположил, что не было на детском шарте. Какой вышел такой красивый ролик с вашими и 12-летними людьми. Посмотрите его обязательно. У нас на границах всегда есть отход на ролики и дистанции, они такие атмосферные, если вы прикоснулись к этому самому видео, то вы просто были обязаны их посмотреть, они правда очень атмосферные. Музыка очень классные, ролики с тем, как вбегом у нас. Тебя напишите в прямое встречание и говорили, что ты легендарный. Что это значит? При тебя! Значит пришло признание, наконец-то. Ну и определенное время у Алексея. Алексей Трошкин сегодня на четвертой позиции. Насколько доволен забегом? Да нормально все! Поработал тихонечко, потерпел в легкую. Как-то тренировки. Не знаю, как у них прошло все. У меня как тренировки немножко не уладят. Дистанция, говорят, жарко сегодня или нормально? Ну, да, наверное, разогревается. Дорковато достаточно. Особенно сейчас он будет. Мы-то еще попали, все хорошо. Всем доволен, как провел саму дистанцию, разложился там тактически? Не, ну хотелось бы, конечно, в призы залезть за Лешей Ревенковым, но как-то не вывожу я пока такой темп. Это физически или какие-то, может, тактические ошибки были? Нет, что-то физически. Пока. Как атмосфера? Отлично, всегда отличная атмосфера. И поделись, какие впереди старты, планы ближайшие? Ну что, готовимся к Москве. А сколько марафон, да? А там посмотрим, может, будет какие-то промесудки. Но очень мало. Ну и давай прогреем. Цель какая? В призы попасть или выиграть? Мы всегда такая цель, да? Попасть в призы, да? Отлично. Мне кажется, когда выходит, да, в призы. Ренат Ахмадеев сразу после финиша. И сегодня ты второй. Это расстраивает тебя или нет? Нет. Классный комментарий. О, сегодняшно было. Ну, я хочу сказать, что у Димы наконец-то тренировки сработали. Он красава, полетел. Каждый километр, в принципе. Он был за видимостью. Смотрел, как он бежал. Там порядка 29-30 стекла. У него десятка. И по бегу, в принципе, было видно, что он очень такой легкий, не залипая. Ну, сегодня пробежит. А я, наверное, после 12-13 километра понял, что еще не вытягиваю. Поэтому уже бежал там в район 3-5, наверное. Ты ведь отставать от Димы раньше начал. Да. Ну, я изначально вообще планировал по 3-0-5 бежать. Дима полетел. Я в какой-то курсан. В район трех минут побегу. Ну, это тоже по 3 минуту надо бежать. Это на час 3-20. Поэтому, ну, тяжело сегодня было еще. Солнышко немного припекает. Ну, это не ерунда. Короче, сегодня бег не был таким легким, как предыдущий. Это дело в тебе, что состояние лучше? Или это Дима настолько хорош? Ну, здесь, наверное, правильно будет сказать. И Дима хорош. И сегодня, ну, соответственно, я не хорош. Тактически доволен, как он бы провел или были ошибки какие-то? Да, планировалось, честно. Вот перед стартом я и говорил, где-то в район 3-5 хотел бы побежать. Приятно, ребята. Так приятно, когда вы встречаете вот так всем сердцем. Все. Короче, доволен. В час 4, я думаю, неплохой результат. Просто у тебя сегодня серебро, а не золото. Вот все-таки человек, как ты, да, который все выигрывает. А ты расстраиваешься или нет? Да нет, нет. Расстраиваются, наоборот. Радуются ребят, которые, даже как я, тренируются. Но за Диму особенно приятно, потому что не лопатить такой объем работы. Но он должен бежать. Он с копейками точно. Но и сегодня учитывая такие условия еще. Жарко было, да? Да, вторую половину немножко так все-таки притекало. Так стало нормально. Дмитрий Недеев, победитель сегодняшнего полумарафона. Дима Эмоции. Ну, выигрывать, конечно, всегда приятно. Рад, что получилась хорошая тренировка, во-первых. Сделать, отстоять хороший тэп. Особенно вторую половину против метра. Очень тяжело, можно сказать. Я порепетировала учитель Плотовского марафона. Вы сейчас в 13-м общались. Он сказал, что ты сразу полетел, как ракета. У тебя изначально такой план был? Нет. Думал, 3-0-3. Три минуты в этом диапазоне буду дернаться. Будет хорошо. Но первая половина под ветер. И очень хорошо бежалась. Десятка 29-30 было начало. А потом, после 1-100 км разворот, и сразу на 3-0-8 встречный ветер. У меня уже тяжело было бежать. По десятибалльной шкале можно оценить свое состояние сейчас? Ну, сейчас уже на пятерочку-четверочку. Пятерочка-четверочка? Ты сможешь еще быть быстрее? Ну, в среду была тренировка 16 км по 3-0-7. Отстоял там с форт-флеком быстро-медленно. Три дня после той тренировки прошло. Поэтому можно на место пробовать. Когда выходил сегодня на дистанцию, какое было ощущение? Будет ли борьба за победу? Или было ощущение, что ты не цельно выиграешь точно? Да, нет. Я выходил сделать хорошую тренировку. Просто поработать, так скажем, качественно и все. Поэтому, ну, побежал и побежал. Тренировка по планете к московскому марафону, да? Ну да. Остается буквально месяцев, уже до старта. Поэтому проверить, правильно идем или нет. Вроде пока все хорошо. По твоему плану, к московскому марафону, ты будешь еще быстрее? Да, конечно. Сейчас проведу опять сборы в горах. Я надеюсь, что это еще поможет. Самое главное, чтобы без травм подойти. И как в Казани. А куда едешь? В какие горы? В Казани. Куда? В Казани. Слушай, и вот финальное, про сегодняшний именно забег. Скажи, пожалуйста, в какой момент ты понял, что ты сегодня выигрываешь, что Ренаш остается уже без шансов? Да, вообще не знал. Но когда пересек, тогда понял, что выиграл. А так я думал, ну, он метров 100 сзади бежит. Поэтому, как бы, я думал, что он меня съест спокойно на второй половине. Победительница полумарафона Лужники Елена Сидова. Браво, Лена! Браво! 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 Брависсимо! Мы хотим на бис еще раз. Лена Сидова сегодня победительница полумарафона. Во-первых, поздравляю. Во-вторых, расскажи ощущения, атмосфера от победы. Слушай, атмосфера, конечно, крутая. Но я хотела обновить свой рекорд, но сегодня очень душно. Вообще прям. Жаришка. Да, я в ту сторону бежала и думала, господи, ветер, пожалуйста, чуть-чуть обдуй. И когда побежали обратно, я говорю, ну, не так сильно. То есть временами обратно километры по 3,50 были. Просто вот ветер как стеной. Но спасибо ребятам, меня поддерживали. Вот. Но рекорд не обновила. Вы же тактически по вот раскладке по километрам так и планировала или нет? Ну, нет. Хотелось, конечно, побыстрее, когда я поняла, что очень жарко. Где-то после седьмого я уже поняла, что надо бежать просто на победу еще. В канале бегового сообщества в Телеге они постили, как ты бежишь или писали, что Лена похожа сегодня на прогулки. Ты была сегодня на прогулке? Ну, по времени, да. Ну, блин, ветер сильный. Я старалась. Ты регулярно выигрываешь этот полумарафон. Можно сказать, что это полумарафон твоего имени? Ну, это сильно громко будет. Просто это мой старт. Состояние. У дисципальной шкали сегодня свое. Как оцениваешь? Ну, где-то, наверное, на шестерочку. Я, честно сказать, вообще не выспалась сегодня. Еле как встала, поэтому... Мне кажется, что никто не выспался. Да, у меня просто собака решила в 3 ночи, что ей нужно погулять. Это не то, что я хотела перед стартом. Все ясно. Поздравляю тебя. Спасибо большое. Очень здесь громко и жарко в финишной прямой. Я думаю, что по звуку это слышно. Пообщались с ребятами, со всеми допризерами. И не только с Алексеем Трофкиным, который четвертое место занял. Как же я люблю атмосферу этих шоссейных стартов. Все такие позитивные, расслабленные, классные, спортивные. Это прям здорово. Здесь продолжается финиш. И болельщики стоят, и эмоции у них меньше. Мне кажется, меньше не стало. Молодцы, что поддерживают спортсменов. И сами спортсмены, участники этого полумарафона продолжают бежать и финишировать. Впереди у нас церемония награждения. Ее тоже обязательно покажем. Вы ничего не пропускаете. Обязательно ставьте лайк этому выпуску, чтобы больше людей увидело этот репортаж любителей бега. Это поможет, чтобы выпуск в рекомендации попадал. Ставьте лайк. Пишите ваши комментарии обязательно, за кого болели. Кто ваш любимчик, кто ваш фаворит. И, конечно, подписывайтесь, чтобы не пропускать такие спортивные выпуски, репортажи с главных беговых марафонов, полумарафонов, главных событий беговых. Все это на моем канале. Интервью с лучшими спортсменами. Ничего не пропускайте и подписывайтесь. Ну и, кстати, еще у меня есть спортивный телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании и в закрепленном комментарии. Возвращайтесь с награждением. Снимаем! Синаида Абручкова! Можно прям си-на-си-на-си! Результатом 1 час, 20 минут и 28 секунд. Екатерина Скрипникова! Катя! 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 Мне нравится, что прогрессия аплодисментов не меняется, а вот чеки растут. Это хорошо. Третье место великолепное «Майя Танкир». С высока на Дмитрия смотрит, смотрите. С высотой подиума, естественно. Второе место. Кстати, «Майя Танкир» 1 час, 20 минут и 17 секунд. Об этом не сказал. Дальше, друзья. Юлия Конякина. Второе место. С прекрасной дочкой. 1 час, 17 минут и 30 секунд. Сразу тренеру, я правильно понимаю? Сразу мат капитал. Поддержим! Друзья, и победительница по марафону «Лужники» 2024 года с результатом 1 час, 16 минут и 50 секунд. Елена Сидова! Друзья, и победительница по марафону «Майя Танкир» 2 час, 16 минут и 50 секунд. Друзья, и победительница по марафону «Майя Танкир» 2 час, 16 минут и 50 секунд. Итак, друзья, парни, готовьтесь к минуте, к секундам славы, потому что часы славы только что были. Итак, пятое место. С результатом 1 час, 10 минут и 26 секунд. Юрий Юрченко! Громче, прошу, друзья, Юра! Четвертое место с результатом 1 час, 9 минут и 3 секунды. Алексей Трошкин! Какого улыбака вообще? Леша, ярче солнца улыбается. Ваш любимчик, красавчик, улыбочки. Друзья, человек, который сделал свой отлично полумарафон за 1 час, 6 минут и 48 секунд. Алексей Рюнко! Замечательный, яркий, улыбчивый, быстрый, сделавший, кстати, предыдущий рекорд сломивший. 1 час, 4 минуты и 25 секунд. Ринас Ахмадеев, второе место! И человек, который скромно раздавал, скромно стоит, скромно примет свои лавры, а мы не скромно поддержим, человек, который поставил новый рекорд на полумарафоне в Лужнике, а именно 1 час, 3 минуты, 42 секунды. Дмитрий Ниджелин! Тима! 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 1 час 03, час 03, час 03, час 03. Нормальная скандировочка получается. Спасибо. Парни, давайте, давайте прям, если можно. Красавцы! Спасибо. Вместе собрались здесь, да. Где для кого не новость какой-то. Молодцы! 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 Улучшайшие, улучшайшие. Они редко бывают так близко, только на старте и вот на подиуме. Дальше у них есть небольшие отрывы-разрывы. И состоялся этот полумарафон награждения. Вы видели лучшие спортсмены, призеры этого турнира, этого соревновательного дня. Получили свои награды и аплодисменты, и награды, и призовые, и все прочее. Классный день, классный бег, очень быстрый бег сегодня. А Дима Неделин, конечно, огромный молодец. И вот прям интересно было и с Иринашем пообщаться, который часто выходит именно в ранге фаворита на дорожку и на шоссе. А здесь, видите, Дима Неделин не только навязал конкуренцию, но и выиграл эту самую конкуренцию. Иринаш очень интересно, так взвешенно ответил на вопрос о том, доволен он своим серебром или нет. Сказал, что конкуренция, да, это здорово, и он только рад, когда такая борьба на дистанции происходит. Это прям здорово. И действительно с ним можно только согласиться, потому что когда настолько мощная конкуренция, это прям круто. И Дима Неделин выдал сегодня прям суперский бег. Видите, оценил его не по самой высшей категории, свою состояние и форму. Впереди действительно московский марафон. Уже остается для него буквально немного. Мы ждем этот старт. Я думаю, что будет жарко. И Дима Неделин, мы видим, что сейчас в хорошей форме. Подходит с тем, кто готовится к ближайшим забегам, стартам, марафонам, полумарафонам, десяткам, пятеркам и другим дистанциям. Желаю удачи и любителям, и профессионалам. Классный день, классный забег. И еще не раз увидимся. Обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропускать. Здесь на YouTube репортажи и интервью с лучшими спортсменами. И телеграм-канал, о нем уже рассказывал. Тоже ссылка будет в закрепленном комментарии. Ставьте лайки, это поможет в его продвижении. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь. И увидимся еще не раз. Беговой сезон в разгаре. Он продолжается. И масса всего интересного нас ждет впереди. Смотрим, следим. Увидимся совсем скоро. Всего вам доброго. Пока.